приветствую всех любительной рыбной ловли на флагман тв с вами николай солодовник и это рыболовные фишки сегодня мы поговорим о флет кормушках напомню что методная ловля это ловля донной крупной рыбы в основном карпа карася белого амура а также леща и плотвы с помощью таких кормушек на дне получается просто идеальная презентация вашей насадки и прикормки кормушки flat имеют огромный ряд преимуществ перед кормушками другого вида для донной ловли ну первое это за счет обтекаемой формы они очень дальнобойные и их легко забросить на дальнее расстояние за счет плоской формы и широкой груза эти кормушки не так тонут виллу и хорошо им рыбачить в заильных водоемах третьим моментом это рационально экономическое использование методных кормов зачастую рыболовы используют очень дорогие корма поэтому с помощью таких кормушек расход корма минимальный ну и еще одним таким фактором немаловажным это возможность ловли в заросших водоемах допустим если поплавочная или фидерная ловля с длинными там поводками невозможно в заросших подъемах то с помощью кормушки flat где ваша насадка прячется в корме за счет зажатия ее то мы можем забросить в заросшие места там где растительность а зачастую там очень много рыбы и будет отличная презентация ваш поводок и насадка не запутается и нигде не будет цепляться а водоросли и так давайте рассмотрим конструктивные особенности наших кормушек они бывают литые которые выливаются из металла либо свинца бывают комбинированные то есть где присутствует металл и пластиковые ребра жесткости по форме отличаются каплеобразные или овальные по методу наполняемости и по корму бывают кормушки большие корма емкие которые внесут себе большую порцию корма средняя корма емкость такая вот маленькая корма емкость а также существуют кормушки flat для использования живыми компонентами данная кормушка имеет конструкцию как коробочка открывается в нее наполняется живой компонент в частности опарыш либо пинка закрывается и забрасывается в воду кормушка имеют сквозные отверстия через которые в воде опарыши выползают тем самым привлекают рыбу на дне ну в дополнение к этой кормушке соответственно нам будет удачно ловить на живой компонент тот же опарыш либо червь по способу монтажа кормушка flat основана таким образом что сквозь нее проходит сквозное отверстие через которое вы продеваете свою леску или шнур и привязываете к вертлюжку быстросъемнику либо коннектору за которые впоследствии вы будете крепить поводок также в самой кормушке есть небольшое уширение для того чтобы фиксировать ваш коннектор при этом можно монтировать глухой монтаж либо скользящий давайте же рассмотрим применение наших кормушек в разных условиях кормушки с большой корма емкостью я чаще всего применяю на водоемах где рыба требует много корма то есть большой подачи корма либо же в условиях соревнованиях когда ночное кормление запрещено такая кормушка в себе содержит много корма тем более в наш методный корм мы можем добавить такую крупную фракцию как пелец кукурузки забить кормушку и донести на точку ловли 10 таких кормушек образует хорошее пятно видимое пятно и будет отлично привлекать рыбу также такая кормушка за счет своей широкой части груза отлично держится на елу и в него не проседает в такой кормушке есть и минуса она очень плохо летит на дальнее расстояние там свыше 100 метров за счет опять же таки большой плоскости груза на полете она как бы становится на крыло и немножко планирует тем самым кормушка не точно ложится в точку ловли поэтому при выборе кормушек вы должны понимать где вы будете рыбачить если это расстояние там 50 60 до 80 метров то такой кормушкой можно успешно ловить также использование кормушки с большой корма емкостью мной применимо в условиях когда рыба не терпит частых перезабросов допустим на водоеме мелководном где рыба не любит шум мне необходимо донести много корма один раз и дождаться уверенной поклевки сейчас переходим к кормушкам со средней корма емкости они чаще всего мной применимы и составляют порядка 90 процентов моей рыболовной сумочки в этих кормушках огромный ряд преимуществ ну первое они за счет обтекаемой формы очень дальнобойки и если мне нужно преодолеть дистанцию там 100 в 130 метров что чаще всего это происходит на соревнованиях нежели на рыбалках то с помощью такой кормушки я всегда достигну своей точки ловли которые находятся далее 100 метров такая кормушка содержит достаточное количество корма чтобы заинтересовать рыбу также не пик не перекормить ее у таких кормушек огромная градация весов мы можем подобрать на рыбалку от 15 грамм до 80 грамм и более с помощью такой кормушки можно рыбачить без предварительного закорма то есть в поисковом стиле также подытожу что кормушки большой и средней корма емкости за счет своей ширины груза отлично подходят для ловли на мелководных водоемах где присутствует огромное количество ила так называемые жабовники поэтому при ловле карася рекомендую вам эти кормушки сейчас перейдем кормушкам маленькой корма емкости данную кормушку я использую как только сошел лед то есть весеннее время в это время много корма не надо нам необходимо лишь показать небольшой участок там где будут всплывающие какие-то компоненты то есть обратить рыбу внимание также в условиях когда необходимо очень точечно без шума подать вашу насадочку то с помощью такой кормушечки это идеально сделать одним из любимых видов ловли весной является пикерная ловля в прибрежной зоне карася платвы поэтому я часто использую такую кормушечку ее градация по весу от 15 до 40 грамм что позволяет по тесту данных худилищ ну и очень часто в моем прилове появляются карпы белые амуры которые придают огромного адреналина при ловли на пикерную снасть каждой линейки флет кормушек имеются так называемая пресс-форма с помощью которой мы и формируем ту идеальную обтекаемую презентацию с вашего корма это как игра в пасочки вы закладываете сюда корм потом вставляете флет прижимаете и у нас получается красивая горка с кормом данные пресс-формы бывают разные конфигурации они под стать форме флет кормушкам выполненные из материала там силикона резины допустим вот такие пресс-формы они не боятся не влаги не солнца на них можно наступить в этом случае нечаянно то с ними ничего не будет но есть один нюанс что иногда к ним прилипает корм и когда вы вытягиваете кормушку то часть корма остается такая рваная получается насадка чтобы избежать этого вам необходимо эту форму смочить водой либо добавить более привлекательности просто попшикать спреем ароматизатором также есть вот такие пластиковые пресс-формы они более удачной конфигурации сделанные практичные и так называемый пуджер это при нажатии у вас весь флет монтаж этот с кормом выпадает то есть более удобно в использовании при выборе места на водоеме примерно каждый рыболов ориентируется какая там будет глубина вместе ловли и вот поэтому можно выбрать кормушка допустим вот такая пластиковая кормушка она менее глубокая вот допустим такая вот литая кормушка она более глубокая то есть в ней будет лучше держаться корм если в условиях ловли более глубоководная часть там 5 6 метров то лучше применять кормушку с более глубоким заложением корма и с высокими ребрами жесткости в этой кормушке корм будет лучше держаться возвращаясь конструктивным особенностям кормушки при выборе места каждый рыболов примерно ориентируется на какой глубине происходить будет место ловли и если вы попадаете в условия там где большая глубина то необходимо выбрать кормушку в которой более высокие ребра жесткости в этой части допустим вот эта кормушка в ней будет лучше держаться корм я ловил такими кормушками леща на 9 метров глубины кстати можете посмотреть этот фильм вот будет в описаниях и на 9 метров корм опускался он держался то есть при приводнении он не расход не рассыпался ну такой корм надо увлажнить хорошо кормушки с невысокими ребрами их можно даже так назвать дышащие они будут быстрее отдавать корм в кормушке не будет задерживаться поэтому он применим на более мелководных участках где необходимо быстрая отдача корма также во флет кормушках мы можем обратить внимание на ребра которые расположены прямо или которые немножко развернуты это необходимо для того когда вы применяете более объемные насадки от наглядный пример допустим если у вас вот там бойлик большого размера то он вполне помещается в это пространство между ребрами или же наоборот мы берем кормушку в которых ребра жесткости не дают поместиться приманочки при этом когда вы будете забивать корм она будет плохо держаться и на забросе может это все развалиться и запутывается с нас и так лайфхак от меня если вы попали в условия где вам необходимо большая насадка а вас кормушки вот с такими ребрами жесткости и при набивании просто не помещается то необходимо сделать вот такое движение отломать ребро жесткости и вас получится большое пространство которым ваша насадочка помещается и все прекрасно монтируется и в завершении хочу сказать что ловля на флет это очень уловистый вид ловли если вы еще не пробовали обязательно попробуйте надеюсь вам было интересно и полезно пишите свои комментарии ставьте лайки подписывайтесь на наш канал активизируйте колокольчик чтобы не пропустить следующие видео с вами был николай солодовник всем пока и держи удачу за хвост субтитры сделал DimaTorzok